Здарова, народ! Это очередная вырезка у нас трансляции после матча Локомотив-Рубин, точнее Рубин-Локомотив, играли в Казани. Кубковый матч, в котором Локомотив решал для себя главную задачу, это попытаться понять, как ему играть в обороне, чтобы перестать отхватывать по 4-5 голевых моментов за матч. У нас трансляция на VK Play Live практически сразу после игры, ютуберские, вы тоже приходите на трансляции, тогда вы сможете смотреть это все в прямом эфире, задавать вопросы, вместе мы тут обсуждаем статистику игры, смотрим моменты из матча и, в общем, развлекаемся как можем. Но если вам дороже ютуб, тогда вот вам мое концентрированное мнение по игре Рубин-Локомотив. Главный, главный вопрос, который лично я задавал Галактионову, виртуально, конечно, но который у меня вертелся в голове для Галактионова, это почему Михаил Михайлович все межсезонье наигрывал одну пару центральных защитников, стоило ей сыграть не очень хорошо, даже не то чтобы прям безобразно, отвратительно, ужасно, мега плохо, просто, ну, ну, нехорошо, плохо. Он тут же эту пару защитников сажает в запас, вместо нее три матча играют Погоснов Фасон. Если посмотреть статистику, манч с Рубином, 1.33хжи, допущены нами и у Рубина были моменты, безусловно, никто не спорит, Фасон ошибался, были проблемы у нас в обороне на 1.33хжи. Но после того, как мы поменяли пару Погоснов, после того, как мы поменяли пару Морозов Фасон на Погоснов Кузьмичев, этих самых хжи у наших ворот стало от 2.5 до 3. И мы таким образом играли три матча, два из них худо-бедно выиграли, но при этом могли абсолютно не выиграть, могли проиграть эти матчи. А в третьем нас размазал по полю ЦСКА, и, ну, казалось бы, что, ну, дальше уже пытаться играть Погоснов Кузьмичев уже нельзя. Погоснов Кузьмичев это пара, которая не должна вместе появляться на поле. По отдельности каждый из них вместе с Морозовым, вместе с Фасоном, вместе с Макеевым, вместе еще с кем-нибудь, может быть, имеют право на жизнь, но вместе они, ну, никак не контактируют и никак не могут играть. И для меня был большой вопрос, какой состав Галактенов выпустит на матч с Рубином. То, что это будет состав очень сильно измененный по сравнению с матчем ЦСКА, это было понятно. Мы точно так же после матча с Рубином выпустили 8 новых футболистов на матч с Уралом в Кубке. Здесь Галактенов пошел еще дальше и выпустил 9 новых футболистов, 9 человек, которые не выходили в старте на ЦСКА, вышли на матч с Рубином. Не было уже Лантратова в воротах, его место занял Гильерми. Из тех, кто играл в матч с ЦСКА, остались только Самошников, который вышел на левый планк, и Дмитрий Баринов. Дмитрий Баринов это главная наша фигура сейчас, и я почти уверен, что как раз Дима будет играть во всех матчах по максимуму. Даже, скорее всего, там в матче с Ростовом, может быть, снова будет какая-то супер ротация, но все равно, все равно Дмитрий Баринов должен играть на поле. Для Галактенова это стержневой футболист. Но, например, Самошников стержневым футболистом не является, но он на поле вышел. Зато Мита не было вообще даже в запасе. Может быть, это подарок ему на день рождения, и отпустили его на родину. Может быть, это, наоборот, наказание за плохую игру с ЦСКА. Хотя здесь есть о чем поговорить. Итак, наконец-то, пара центральных защитников Морозов и Фасон вернулась в центр обороны Локомотива. И вдруг неожиданно оказалось то, что эти ребята умеют играть в футбол. Да, забегая вперед за весь матч, Рубин вышел вторым составом. Это надо понимать, что игроки в атаке у Рубина почти всю игру были слабее, чем у того же Рубина, но в первом туре чемпионата России. Однако это все равно были нормальные футболисты. Это был Виталий Лисакович, это был потом Даку, который вышел, это был Данил Кузнецов, видимо, из Академии Зенита, который очень даже неплохо себя проявлял, старался, обводил, пытался куда-то в нашу штрафную заползти. Но Фасоны Морозов не дали создать у ворот Гильерме ни одного момента. Ну, точнее, один был, но это навес со штрафного, который там скорее сам Гильерме превратил в несколько опасный. Да и мне кажется, что была атака на вратаря, поэтому если бы даже был забит гол, то вар, по идее, должен был бы вмешаться. Это была очень вязкая игра, это была игра, в которой было очень много нарушений, это была игра, в которой Рубин очень активно нас прессинговал, а у нас не получалось выйти из обороны в атаку. И, по идее, вот в такой же самой игре Локомотив, например, в матче с Факелом очень терялся, и центральные защитники терялись в первую очередь, потому что постоянно шло какое-то нагнетание на них. Здесь же даже до ворот Гильерме мяч не доходил, и по Фасону еще могут быть какие-то вопросы, потому что он там старался начинать атаки, он старался там с левой ноги давать передачи вперед, было много неточных, и поэтому, ну, точно так же, как я на защитников ругался в матче с Факелом, да, вот Фасон примерно тем же самым занимался, только здесь еще не было дзюбы. Зачем-то шли эти выносы вперед, за которые даже, ну, зацепиться было некому, и Сидор с этой задачей вообще никак не справлялся. По Морозову у меня даже минимальных претензий нету, настолько он классно сыграл, настолько он во всех ключевых моментах совал там свою голову, свою ногу, не давал пройти себя один в один, и отдавал качественные передачи. Я думаю, что посмотрим потом статистику, но мне кажется, что точность передач Морозова, она была очень хорошей, практически без ошибок, а если и допускал какие-то ошибки, то это были вот мелкие помарки, совсем-совсем не страшные. И вопрос, очень меня терзает этот вопрос, почему Локомотив предыдущие три матча играл без Евгения Морозова? Ладно, без Лукаса Фасона, окей, он ошибся в матче с Рубином, и конкуренция требует того, что ошибающийся футболист садился на скамейку запасных, а со скамейки запасных поднимался футболист, который еще не ошибался. Но Морозов-то в чем провинился? Морозов сыграл хорошо в матче с Рубином в первый раз, потом пропустил три матча, вышел и сейчас вообще практически идеальную игру провел. Почему он не играл три матча до этого, и зачем мы терпели все вот эти вот наскоки на нашу штрафную с Кузьмичевым и Погосным? Я не понимаю, и меня это очень-очень злит, что ли, потому что странное оправдание Галактионова слушать было про то, что оборона там с факелом, с Уралом играла хорошо. Честно говоря, мне было это слушать очень неприятно от главного тренера нашей команды. Ну да ладно, к сожалению, в матче с Рубином мы неплохо играли в обороне, но проблема с выходом из обороны в атаку, она никуда не девалась. И весь первый тайм этого матча я на трансляции, я просто говорил, вот мы делаем передачу, вот мы пытаемся выйти из оборону, только доходим до чужой половины поля, только пытаемся сделать передачу на какого-нибудь игрока нашей атаки, и это стопроцентная потеря. Особенно этим грешил Дмитрий Баринов, я, честно говоря, сбился со счету от количества передач Дмитрия Баринова вперед, которые были абсолютно безадресными. То есть только получает мяч и сразу пытается куда-то вперед отдать, а там некому отдавать. Он пытается верхом отдать, бесполезно, там никого нет, он пытается низом отдать, там два игрока Рубины перед ним смыкаются, калитку закрывают и передача не проходит. Примерно в том же духе действовал Даня Куликов, но от него мы, наверное, особо много-то ничего и не ждем, вот от Баринова ждем многого. И в итоге вдвоем два человека, которые должны были соединять оборону с атакой, потеряли какое-то невероятное количество мячей. И даже тогда, когда мяч все-таки каким-то чудом доходил до игроков атаки, буквально одно-два-три касания и все на этом. Буквально, не знаю, ну за первый тайм, может быть меня кто-нибудь поправит, но Локомотив такое ощущение, что ни разу не дошел до ворот Рубина так, чтобы нанести хороший удар, хорошую атаку провести. Мы не доходили даже до чужой третьей поля, да, в чужую штрафную войти, ударить поворотом, это вообще что-то космическое. Мы даже до чужой третьей поля не доходили в матче с Рубином, который играл, напомню, вторым составом. А у нас сыграли, ну, нормальные ребята, это у нас не молодежь вышла, не люди, которых нужно отправить в Казанку. У нас сыграл Сарвели нападающий, у нас сыграл Исидор, у нас сыграл Дмитрий Рыбчинский, у нас сыграл Антон Миранчук, вроде все личности, которые могут забивать, которые должны доминировать над дублерами Рубина. Но выигрывать единоборство у них не получалось. Конечно, отчасти, потому что до них и передачи не доходили на свободном пространстве, когда можно было бы разбежаться, можно было бы что-нибудь сделать. Но все-таки и у них тоже очень много было брака, очень много было потерь мяча абсолютно невынужденных. И сломать эту тенденцию, ну ладно, да, справедливости ради скажу, что на 47-й минуте Дмитрий Баринов после розыгрыша аута мяч к нему вылетел, и он с лету нанес удар по центру ворот Рубина. Это был первый-единственный удар в створ ворот Рубина от нашей команды. Во втором тайме наша команда сумела найти лазейку на чужой половине поля, и это резко усложнило жизнь Рубину. Мы выпустили на левый фланг одновременно Тикнезяна и Сергея Пеняева. Тикнезян, соответственно, сменил Самошникова, Пеняев сменил Уилсона и Сидора. У нас появилась связка на левом краю, и мы начали прям строго левым краем выходить в атаку, тянуть мяч вперед, и после того, как мы уже пересекали середину поля, после того, как мы доходили до чужой трети, оказывалось, что мы умеем играть в футбол. Мы начали залазить в штрафную, мы начали умело распоряжаться с мячом. Наша проблема была именно доставить мяч вот в эту точку. Весь первый тайм не получалось. Во втором нашли, нашли эту тропинку, нашли эту лазейку и стали ей активно пользоваться. Как только мы начали доходить до чужой штрафной, стало понятно, что можно выпускать Артема Крупукаса вместо Дани Куликова для того, чтобы уже забетонировать центр поля, чтобы Рубин, который начинал на этот раз атаки... То есть, понимаете, да, в первом тайме Рубин начинал свои атаки с центра поля. Что мы сами не можем перейти в центр поля, мы отдаем мяч игрокам Рубина, и те спокойно с центра поля начинают свою атаку. Она никуда не доходила, никакой опасности не было, но тем не менее, они начинали атаки достаточно близко к нашим воротам. Во втором тайме, когда мы стали достигать чужой штрафной, Рубин начал свои атаки начинать, соответственно, от ворот, от своей штрафной, из глубины. И добавив Карпукаса в эти построения, мы получили возможность перехватывать мячи и тут же начинать свои собственные атаки. Даня Куликов с этим не справлялся, вышел Карпукас, и мы, соответственно, начали еще больше атак проводить. Это абсолютно логичное и разумное решение от Галактионова, за это могу его только похвалить. Да, соответственно, дал Карпукасу отдохнуть, он в этом матче сыграл всего минут 30-35, это ему не помешает сыграть на выходных против крыльев Советов. Но все вместе это привело к тому, что Локомотив начал создавать достаточное количество давления на чужую штрафную. И в итоге все это привело к забитому голу Владислава Сарвелли, где, во-первых, отметим хорошую подачу Максима Глушенкова, и, во-вторых, отметим то, что в борьбе с Лукасом Фасоном защитник Безруков, ну не защитник, полузащитник, наверное, Безруков, налетел на своего собственного вратаря и помешал ему сыграть этот мяч рукой, из-за чего Сарвелли, собственно, уже отправлял мяч в пустые ворота. Вроде бы случайность, вроде бы нелепость, но вместе с тем поздравляем Сарвелли с забитым голом. Скоординироваться, прочувствовать, что мяч туда долетит и подставить голову, чтобы он влетел в ворота, это было вообще непростой задачей. То, что Сарвелли справился, большой молодец. Вообще в этом матче Владислав Сарвелли успел поиграть на трех позициях минимум. Он был и нападающим, он был и поднападающим, когда в атаку двигался Уилсон Осидор, а концовку матча он уже проводил на позиции правого полузащитника. И надо сказать, что очень активно играл в обороне, очень активно помогал. По-прежнему не хватает от правого полузащитника локомотива каких-то адекватных активных действий впереди, но, по крайней мере, это было как-то органично, что ли. Не было постоянного какого-то злости у меня на правого полузащитника, какая часто бывает с другими ребятами. Хотя матч был тяжелый, и даже после забитого мяча Рубин продолжал активно давить. Там уже вышли Иву, вышли Даку и другие ребята, которые составляют скорее основу Рубина. Но это не помешало нам довести матч до победы и по-прежнему так и не потревожить Гильерме по большому счету. Это был хороший матч. Этот матч мне понравился гораздо больше, чем, например, победный матч с факелом, который завершился со счетом 4-1. Но из этих 4-1 60 минут я просто сидел как на иголках и боялся, что вот сейчас нам факел забьет наконец-то второй, третий, четвертый. И мы посыпемся не от кого-нибудь, да, не от ЦСКА, не от Спартака, не от Зенита. Мы посыпемся, блин, от факела, от худшей команды лиги с большим отрывом. Матч с Рубином был довольно спокойным. Он был скучным в большей части матча, хотя второй тайм даже было смотреть интересно. Но первый тайм просто вычеркнуть из жизни. Он был скучным, он был муторным, он был очень жестким. Там в целом красную карточку можно было показывать Нинахову, можно было показывать Ломовицкому. Там и Миранчук наступал на ногу Лисаковичу. Короче, много-много всего такого неприятного происходило в этом матче. Но при этом это был матч, в котором Локомотив не играл на 3 результата. Да, то есть вот как с факелом, как с Уралом, да. Что ты можешь победить, можешь проиграть, может все закончиться ничьей. Это был матч, в котором Локомотив довольно спокойно защищался. Моментов у наших ворот не было. Начиная со второго тайма мы начали бегать в атаке. Соответственно, при должном усердии, при наличии хороших футболистов в нашем составе, эти атаки должны привести к опасным моментам. Опасные моменты должны привести к голам. Но вот когда у тебя матч идет на 2 результата, ну это смотреть гораздо приятнее. Ну как минимум у тебя будет ничья, а если все пройдет нормально, то вы что-нибудь заковыряете и забьете. Такие матчи хотелось бы, чтобы Локомотив проводил почаще. Не такие вот именно по качеству игры в атаке, да, это все равно было очень плохо. Но вот так, чтобы четко понимал, что здесь только Локомотив играет на победу. И в итоге Локомотив набирает 6 очков в группе. И это очень здорово, потому что 6 очков в группе практически гарантирует тебе то, что ты не займешь последнее место. Значит, и в дальнейшем Локомотив может продолжить тасовать состав, может продолжить искать хорошие сочетания в атаке, в полузащите, в обороне. И у тебя дополнительно появляются еще там 4 товарищеских матча с повышенной ответственностью. Это здорово, это очень классно. И я надеюсь, что мы воспользуемся этим, чтобы улучшить нашу игру в дальнейшем. Сейчас перед Галактионовым стоит очередная головная боль, потому что играть на следующий матч с крыльями советов, Я очень надеюсь, что Морозов и Фасон останутся на позиции центральных защитников. Но что-то нужно делать с выходом в атаку. Крылья советов — это команда сильнее, чем Рубин. Крылья советов — команда, которая будет еще больше прессинговать. Крылья советов — команда, у которой еще больше крыльев, крыльев, да, извините за тавтологию, когда они будут перехватывать мячи и просто нестись на тебя огромной оравой. И для нас это было, например, весной проблема. Мы не могли обыграть крылья советов, и это был один из трудных матчей для Локомотива. Ничего не получалось, и только вышедший Зидор смог кое-как сравнять счет. И то мы не играли в том матче на победу. Надеюсь, что Галактионов решит этот пазл. Все-таки, да, победа над Рубином, как я говорил в матче, после матча с ЦСКА, что для нас это очень важно в психологическом плане. Если бы мы проиграли, то мы бы свалились в поиске виноватых, мы бы свалились в поиске того, что мы сделали не так, почему опять предсезонка провалена. Я надеюсь, что эта победа над Рубином немножечко добавит нам положительных эмоций, и все-таки тренерский штаб найдет вот ту ключевую проблему, которая мешает нам нормально атаковать весь матч. Сегодня только второй тайм. Первый тайм можно вычеркнуть из жизни. Все, на этом обзор матча с Рубином закончен. Не так много было в нем событий. Ждем, готовимся к крыльям советов.